О том, что происходит на юге Украины, мы продолжаем дальше говорить в нашем эфире. И к нам присоединяется Рифат Чубаров, глава Меджлиса Крымско-Татарского народа. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день всем. Хотелось бы начать нашу беседу с того, что сейчас происходит в Крыму. И вот мы читаем в новостях о том, что оккупационная власть Крыма сообщает об атаке беспилотниками Красногвардейского района. Там эвакуируют людей и перекрыли Крымский мост. Есть ли какая-то более подробная информация? Мы с утра наблюдали за Крымским мостом и действительно было остановлено движение автомобильное. Железнодорожное сообщение продолжалось. Но где-то два часа назад начались взрывы в поселке Биюконлар. Сейчас оно называется Октябрьское. Это Красногвардейский район, туда более в степной части Крыма. Биюконлар еще является железнодорожным узлом. И здесь сосредоточено много военной техники, склад горючих смазочных материалов. В этом поселке Биюконлар находится аэродром, где могут садиться военные самолеты. В общем, сперва местные власти как бы скрывали масштабы, но теперь объявлена эвакуация населения в радиусе пока еще 5 километров. Это говорит о том, что нанесен удар по одному из огромных хабов военной техники и боеприпасов, которые создали российские оккупанты на территории Крыма. Но те, кто знают железнодорожное сообщение по Крыму и вне Крыма, они знают, что будь какой поезд, который въезжает на территорию Крыма со стороны Керчи, то есть по Керченскому мосту, для того, чтобы ему доехать до Севастополя, до Семперополя, до Евпатории, он обязательно должен проехать через Джанкой и вот этот поселок Биюконлар, Октябрьская. Соответственно, поскольку там сейчас идут взрывы, железнодорожное сообщение тоже остановлено, как из Крыма на территорию страны-агрессора Россию, и также и со стороны России в Крым. Таким образом, на сегодня полностью движение по Крымскому мосту, как автомобильное и железнодорожное, остановлено. Мы вас услышали, будем наблюдать за тем, что происходит с вашей помощью, конечно же, в том числе. Рифатов Дурахманович, сейчас бы хотелось немножко изменить вектор беседы. Смотрите, вот недавно довольно-таки знаковое интервью изданию Newsweek дала постоянные представители президента Украины в автономной республике Крым Тамила Ташва. В частности, было заявлено о том, что после деоккупации Крыма, которая обязательно скоро будет, Украина сможет привлечь к ответственности около 10 тысяч коллаборантов, но не будет наказывать тех, кого считают жертвами оккупации. Скажите, пожалуйста, во-первых, по вашему мнению экспертному, 10 тысяч коллаборантов – это актуальная цифра на данный момент? Во-вторых, насколько сложно будет тут определить, кто жертва, а кто действительно коллаборант? Это тонкий вопрос или на самом деле четкие критерии вопросов тут не может возникнуть? Ну, то, что касается численности коллаборантов, тех, которые именно подлежат уголовному преследованию, я сказал бы, что их численность будет определяться, в общем-то, требованиями украинского законодательства. Но не сама численность, а те виды правонарушений или действий в оккупированном Крыму, которые будут квалифицироваться как уголовные преступления. И в этой части еще работа над законодательными актами, которыми вносятся изменения, уточнения, в том числе криминальный кодекс в части оккупированных территорий, продолжается. И поэтому цифра, она где-то, можно сказать, условная. Другое дело то, что есть люди, которые совершили такие виды преступлений, которые уже и давно, или с начала оккупации Крыма были включены в законодательство Украины, в том числе измена родине, измена, в том числе и преступления, которые попадают как преступления против прав человека. Разумеется, те граждане Украины, да и иностранцы, которые на территории оккупированного Крыма совершили эти преступления, они подлежат наказанию. Разумеется, будет некая такая иерохозяйция, то есть дифференциация этих преступлений не с точки зрения, ну скажем, вот как-то прощения этих преступлений. Нет, каждое преступление должно за собой нести наказание. Другое дело, что часть преступлений может быть отнесена к таким, которые вслед за наказанием могут здесь последовать амнистия. Но это все проблемы украинского законодателя. Скажите, пожалуйста, а есть ли такая информация, может быть, вы знаете, и можно ли предположить, что люди, которые стали коллаборантами и работают на страну-террориста на временно оккупированной территории украинского Крыма, они уже поняли и услышали эту информацию. И они пытаются, может быть, уехать, сбежать из полуострова. Таких людей немало. Мы начали создавать, ну, скажем так, базу. У нас не было такого, ну, может быть, какого-то особого намерения. Но сами люди, которые живут в Крыму, они начали просто обращаться к нам доступными для них каналами и указывать на то, что кто уже выехал из Крыма и в какой стране, в том числе прикрываясь украинскими паспортами, попросили, в общем-то, защиты, как беженцы. Такие люди есть в Канаде, в Соединенных Штатах Америки, в Турции несколько человек мы таких отследили. В общем, наиболее, скажем так, те, кто хитрые, те, которые уже не только предчувствуют, но окончательно осознали, что освобождение Крыма неотвратимо, они уже, в общем-то, выезжают из Крыма на заранее как бы заготовленные вот такие аэродромы. Скажите, пожалуйста, а вот если говорить о категории этих людей, это кто? Это так называемые чиновники, это люди, которые принимают какие-то решения, либо же это более низкий слой социальный? Я бы сказал бы, что здесь есть чиновники, ну, разумеется, не руководящего такого самого высокого уровня, но есть те, которые свою специальность, в общем-то, обратили на служение оккупантам, в том числе это пропагандисты. Мы отметили, что эта категория наиболее такая, скажем, динамична. И те, кто в 2014, я говорю, в отношении Крыма, те, кто в первые годы оккупации Крыма создавал пропагандистские каналы, другие средства массовой информации, вот эти руководители уже и выехали из Крыма, передав созданные ими ресурсы другим людям. Но я думаю, что эти тоже недолго будут задерживаться в Крыму. Скажите, пожалуйста, вот еще какую тему хотелось бы, безусловно, с вами обсудить. Итак, в Украине стартовала экспериментальная программа «Резерв восстановления Крыма» целью набора кадров для обеспечения государственного управления во временно оккупированном Российской Федерации Крыму после его деоккупации силами обороны Украины. Об этом заявила постоянный представитель президента в Крыму, Томила Ташева, которую мы уже сегодня упоминали. Можете буквально, пожалуйста, более детально рассказать об этой программе? Какие тут есть вызовы перед Украиной и насколько она важна именно сейчас? Ну, если вот в качестве вызова сразу надо сказать, что с освобождением Крыма, для реинтеграции Крыма, разумеется, одним из главных вызовов, это будет недостаток кадров. Но не то, что в Крыму нет людей, нет специалистов, но десятый год оккупации и абсолютный отрыв многих специалистов от настоящей реальности жизни в условиях оккупации. Это первое. Второе, то, что все касается системы управления, восстановления деятельности органов государственной власти, разумеется, это, в общем-то, особая такая сфера, которую на первом этапе государство доверит тем, которые в состоянии будут эту задачу выполнить. Но будут же разные этапы реинтеграции, будет создание военных администраций. Они будут возглавляться военнослужащими сил обороны Украины, людьми, которые имеют опыт и боевой деятельности, и управления. Разумеется, здесь речь не идет о абсолютном игнорировании кадров, которые, это тоже граждане Украины, которые имеются на оккупированных территориях, ну, скажем, врачи. Те, которые не занимали руководящие должности, не администрировали оккупационные органы здравоохранения, а врачи, которые лечили людей, разумеется, они будут тоже максимально прилечены. То есть, все будет зависеть от этапов реинтеграции. Этап деятельности военных администраций – это одни требования к кадрам. Этап военно-гражданских администраций – это уже вовлечение части и гражданского населения в управление Крымом. Ну, и надеюсь, что, ну, наверное, через там 3-4, может быть, 5 лет адаптационного периода уже будут восстанавливаться органы местного самоуправления. Мы перейдем к выборам. И, разумеется, к тому времени все работы, связанные с люстрацией, с фильтрацией, они будут осуществлены. И, таким образом, все те, кто не запачкал себя преступлениями на стороне российских оккупантов, эти люди, конечно, также будут востребованы украинским государством. Ну, и пока Крымский мост – это незаконная конструкция, Керченский мост, давайте называть вещи своими именами, еще пока держится. Есть возможность у этих людей переехать в ту страну, где им ближе, милее сердцу, и спокойнее, наверное. Я скажу, что мы вчера проводили такое совещание, рассматривали стратегию когнитивной деоккупации Крыма, и в ходе этой стратегии все эксперты сошлись на том, что, конечно, самое благоприятное будет то, что коллаборанты, которые действительно участвовали во всех действиях российских оккупантов и особенно тот миллион российских граждан, которые незаконно поселились в Крыму, они могут и должны существенно облегчить нашу задачу по реинтеграции тем, что они должны выехать задолго до того, как последний российский солдат побежит из Крыма. Рифат Абдурахманович, мы вас благодарим за это включение. Как всегда, было очень интересно с вами пообщаться. Рифат Чубаров, глава Меджилиса Крымско-татарского народа, был в эфире телеканала Freedom. Спасибо. Продолжение следует...